Здравствуйте, друзья! Пришло время делать вторую перегонку рисовых браг наших. Две браги я уже перегнал, вернее, два спирта сырца уже перегнал. Это на кодзе и на ферментах. А самое вкусное, самое сладкое, спирт сырец на рис на солоде оставил, чтобы снять видео, показать вам. Итак, смотрите, у нас 59 литров спирта сырца 36-градусного. Мы сейчас перельем это в наш куб. Переливать будем с помощью насоса. Берем насос, берем шланг, вернее, вставляем сюда. А этот конец, край, как его правильно назвать. Подписчик посоветовал мне насос. Спасибо ему большое. Забыл его ник, как его зовут. В любом случае, тебе большое человеческое спасибо. Вот этот китайский недорогой насос качает бодро вообще. Я доволен покупкой. Будем перекачивать теперь, не вручную туда переливать. Шмурдяк машина пока-то все. Нормальный шмурдяк что-то. Можешь уже и вылить остальное. Остальное можешь вылить. Великая Отечественная война взлетает. Перекачали мы нашу брагу. Сейчас добавим воды. Я не буду разбавлять до 27-ти, еще что-то. Потому что очень мало браги для куба. Просто долью порядочно так воды, чтобы у нас термодатчик закрывался. Ну и все. И оно чем больше разбавишь водой, тем лучше, в принципе. И будем перегонять, варить это все дело. Термодатчик закрыт. Воды, я думаю, достаточно. Можно закрывать. Воду перекрывать. Включаем на 100% мощности, как всегда. И начинаем нагревать наш спирт-сырец. Добавлю немножко воды в рубашку. Там маловато, чуть-чуть, чтобы уровень. Значит, смотрите, вот он уровень у меня здесь. Прозрачный шланг. Ну все, вода. Нормально. Все, пусть греется. Ждем. Дистиллятор уже собран. Гнать мы будем на флинте, как всегда. Вторую перегонку гробную будем делать. Чуть попозже покажу. Нюансы, объясню работы, как я работаю с флинтой. Все покажу, расскажу. Ну все, собрали мы наш аппарат. Ждем, пока нагреется. Будем отбирать потихоньку голову. Значит, отбирать мы будем с 36 литров нашего спирта-сырца около 2 литров голов. По запаху, по ладонной пробе это все будем пробовать, смотреть, как только перестанут идти вот эти ацетоны, как они там правильно называются, все вот эти вот дребедень, которые пить нельзя. Пойдет нормальный продукт, будем отбирать уже тело, сердце. Итак, друзья, пока у нас греется, это все дело, наш шпирт-сырец. Пару слов о выходе. Значит, о выходе дистиллята из других типов рисовой браги, которую мы стали. Значит, на Кодзе у нас вышло 13, 40 килограмм риса. И там 40 было, и на ферментах 40 килограмм риса. Значит, вышло 13,5 литров 89-градусного питьевого продукта. Там около 2 литров голов я отобрал. Ну, хвосты я не считаю. Значит, если переводить это на 40 градусов, то есть на рисовую водку, как бы на крепость водки, около 30 литров получилось водки с Кодзе. И на ферментах немножечко меньше, там 12,900 я отобрал, 89-градусного тоже. То есть, в принципе, выход одинаковый, что на ферментах, что на Кодзе. Разницы никакой нет. Органовептику, вкус, вот это все будем сравнивать уже попозже во время дегустации. Сейчас посмотрим, что нам выдаст солод. Пошло у нас, начался барбатаж. Народ, два слова, как я работаю на торельчатой колонне. Значит, как только начинает прогреваться колонна, я подаю воду в дефлегматор, обильно подаю воды в дефлегматор. И он все пары спускает вниз. Падаю со 100% мощности на 25%, то есть на четверть от мощности. И жду минут 15-20, колонна, как только работа стабилизируется, на всех этажах будет равномерный барбатаж. Я убавляю количество воды в дефлегматоре, на минимум тоненькой струйке, там течет на выходе вода, значит. И регулирую мощностью, опять же, отбираю головную фракцию тоненькой струйкой. Как только отобрал головную фракцию, уже идет питейный продукт, поднимаю немножко мощность. И до конца погоны уже ничего не трогаю, отбираю со средней скоростью, там 3-5 литров в час, отбираю тело непосредственно. Ну и как только отобрал тело, колонна стабильно работает, воду ничего уже не меняет. Один раз отрегулировал мощность, нужное количество дистиллята у меня скорость вытекает, и все. Как только отобрал, выключаю полностью дефлегматор, добираю там хвостами пару-кройку литров, то, что остается. И все, в принципе, погон закончен. То есть сложного ничего, в принципе, нет. Она, колонна, тарельчатая, делает все сама за нас. Все тяжелые фракции спускаются вниз, легкие, ну мы отделяем, получается. Хвостовую фракцию практически не пропускаем туда наверх. Питьевой продукт отбираем, и все. Надеюсь, понятно рассказал. Подъехал? Ага. Смотрите, народ, значит, на Кодзи мы разбавили уже до 40 градусов, вот в 5-литровую баклажку налили. Нам столько водки не надо, может, потом будем разыгрывать среди подписчиков. Ну, сами продегустируем, посмотрим, что как, если очень вкусно, тогда, может, немножко разыграем среди вас. А это на ферментах, которые сейчас тоже будем разбавлять водой до 40 градусов и заливать. Это все дело, ну, в баклажках такие же, на хранение. Напоминаю, здесь 89 градусов крепость. Нам столько не надо, пить тяжело. У меня есть один друг, который так пьет. Ну, он всего один, среди моих друзей, которые так может. Остальные пьют послабже. Ни капли мимо. По-братски отойди подальше от этой бочки. Не бойся. Вот головная фракция у нас с тоненькой струйкой отбирается. Померяем спиртуозность. Спиртуозность у нас 93 градуса. Ну, отбираем потихоньку головную фракцию. 2 литра, около 2 литров. Потом ладонную пробу сделаем. Если запах будет нормальный, на дистиллятор уже идти. Переключим большой баллон и будем отбирать тело, сердце. Народ, пока у нас головы отбираются, небольшой лайфхак покажу. Как чистить? Ну, у меня чистая банка, это баллон этот чистый. Покажу, как чистить. Очень многие ставят здесь браку. Ну, оно все пачкается. Вымывать возникает проблема. Как, что с этим делать? Смотрите, значит. Берем вот такую железную губку, или как она там называется, посуду мыть. Засовываем внутрь. Наливаем сюда немножечко воды. Добавляем каплю моющего средства. Буквально капельку. Подстилаем что-нибудь вниз. У меня под рукой полотенце. Расстилаем полотенце. Закрываем крышку. Можно как бы вот так трусить. И ждать, пока оно почистится. Но это неинтересно. И очень долго, и муторно. Берем тряпку. Тряпка у нас непростая. Внутри находится неодимовый магнит. Тряпочка нужна. Мы обернулись, чтобы не царапать банку. Просто наклоняем. Цепляем эту губку. Щеточку железную. И натираем банку как хотим. Идеально отмывает. Кто вино ставит или браку. Оно на стенках прилипает. Очень тяжело отмыть. С вершиками мучаются. О, отторвалась. В общем, мы суть поняли. И чистите банку. У тебя аквариум был? Да, аквариум был. Там такая другая штука. Такая прямоугольная. Короче, народ. Небольшой лайфхак. Может кому-то был полезен. Берите, пользуйтесь. Вот такой лайфхак, короче. Идеально отмывает банку. Головной фракции уже нет. Идет прекрасный дистиллят. На запах. Два литра мы отобрали голов. Переключаем, значит, в большой баллон. Перекидываем шланг. И отбираем тело. Пошла вкусняшка. Потом мы это разбавим до пятийной крепости. И будем употреблять внутрь с друзьями. А в Европу отправлять не будем? В Европу будем отправлять, если границы там что откроют. Ответные санкции не будем, да? Да, и среди подписчиков будем разы, короче, все, нам столько синьки, все равно не надо, мы столько не выпьем. Что-то слабенько льется, немножко добавим мощности. Я думаю, 35-37 пусть будет процентов мощности. Уже более бодрой струей будем отбирать тело. Ну и в этой паре мы его будем держать. Сейчас посмотрим по скорости, как оно пойдет. 3-5 литров в час я отбираю тело. Спокойненько, не торопясь. Вторая перегонка, чтобы продукт получился максимально вкусный, максимально четкий, сочный, мощный, круглосуточный. Есть пацаны шотландские санкции, вот это и тот, наверное, пацаны есть. Ну они сами солод выращивают, сами все общие. Капкет на толстые. Это один станок, короче, они там толпы, я пользуюсь. Там пацан грамотный вещи билет. Друзья, прошли сутки с того момента, как закончился перегон, второй на Солоде. Оператору нужно было срочно уезжать, мы не досняли. Ну ничего не трогал, все как есть оставил. Оператор зовут Толик, он же по совместительству мой друг. Один из лучших фотографов-операторов через дефис на юге нашей страны. Его там даже в каком-то журнале печатали, статья про него. Ну, короче, крутой парень. У него тоже есть YouTube-канал. Я внизу оставлю ссылочку, он там свои работы выкладывает. Четкий парень, если интересно, заходите, смотрите. Значит, по погону у нас получилось питьевого дистиллята 80% спиртуозности. 15,5 литров получилось питьевого дистиллята. Голов вышло 2 литра, там около 2 литров. А хвостов тут 7-8 литров, это с 3 погонов. Я все хвосты сюда собирал, потом когда-нибудь буду делать рисовую водку, туда зальем. Ситуация какая? Я уже посчитался, что примерно как стоит. Сейчас сяду за стол, немножко картинку поменяем. И расскажу вам, сколько стоит бурбон, как я обещал. Сколько стоит 3 варианта рисовой браги. Полностью распишу калькуляцию. И под видео оставлю. То есть я с бумажки зачитаю, а потом под видео это все напечатаю. И вы сможете там посмотреть. Цены все февраль 2022 года. Ну то есть сейчас цены чуть подросли, на все. Я, чтобы не мучиться, не бегать за этими ценами, за ними не угонишь сейчас. Середина февраля 2022 года все цены я вам приведу. Что почем? А там уже сами вычисляйте. Я там киловатты написал, сколько воды там, расход. Ну и подставите нужные цены. Если вы смотрите меня в 2037 году, в 2054 году. Подставите цифры и получите новую стоимость. Итак, друзья, давайте начнем с бурбона, который мы делали 3-4 ролика назад. Когда он там был, вот он в бочечке. Значит, расход у нас был по бурбону 80 килограмм кукурузы. Я ее покупал по 23 рубля за килограмм. 1840 рублей. Солода 20 килограмм. Значит, ржаной чуть дороже. Ячменный солод чуть дешевле. Я среднюю стоимость пишу 130 рублей за килограмм. Это Castle Mountain, бельгийский солод. Потом сами отрегулируйте, сколько он сейчас стоит. Или вы, если посчитаете, какой-нибудь курский местный солод, он будет дешевле. Ну, в общем, на 2600 рублей у нас вышло солода. Дрожжи 100 грамм. М1, значит, 700 рублей получается. Примерно 3,5 тысячи я покупал полкило. По полкило я пачечки покупаю. На 700 рублей солода. Электричество вышло на все вот эти варки с бурбоном. На пляски вот эти все. 234 киловатта. По 5 рублей я его считаю. В каждом регионе по-своему. Ну, в общем, 5 рублей у нас там 5,06 он, по-моему, стоит. Я округлил до 5. 1170 рублей. Света вышло. И воды 4,6 куба по 93 рубля тоже. Там со стоками. Сами считайте, как у нас вот так стоит. 430 рублей. Итого расходов на 6740 рублей. Трудозатраты, естественно, я не беру. Это наше хобби. Мы там кучу времени на это потратили. Но мы это не считаем. Вышло у нас 20,1 литра 86-градусной крепости. Оно же получается 29,5 литров 58 градусов. В итоге мы залили в бочку. 5% мы убираем на долю ангелов. За время выдержки примерно, да, которая потеряется. Итого получается 40,5 литров 40-градусной крепости. Напитка питьевого, который мы потом разбавим. Да, от питьевой крепости. Вискарик наш и будем пить. Хвостов 9 литров. 73% крепости. Но я их не считаю. Мы потом, когда будем варить бурбон, туда закинем это все дело. Итого выход 81 бутылка бурбона крепостью 40 градусов. 6-740 расходов на 81 бутылку. 84 рубля получается стоимость одной бутылки кукурузного виски. Потом в одном из следующих роликов я покажу процесс непосредственно упаковки. И расскажу стоимость бутылки, пробки, термоусадки. Я из термоусадки делаю. И сургучом запечатываю. Ну, то есть, этикетку все потом отдельно сделаю. Сколько стоит в среднем упаковочка. То есть, эту бутылку оформить красиво. Этот дистиллят и все. По бурбону, в принципе, все. Значит, по рисовой водке на нашей. Тоже цены. Февраль 22-го года. Середина февраля 22-го года, если быть точным. Значит, первый вариант на ферментах. Рис. 40 килограмм риса. Покупал я его по 43 рубля на оптовой базе. 1720 рублей. Ферменты 40 грамм. 56 рублей. То есть, вот эти две баночки. Альфа, амилаза, бета, амилаза. Бутыля эти два. По пол-литра они, по-моему, идут. 700 рублей. Ну, там, одна чуть дешевле, другая чуть дороже. Вместе получается 700 рублей. Там на 500 килограмм сырья переработать можно этим. В общем, 56 рублей ферменты. Дрожжи 40 грамм. М1, 280 рублей. Электричество 109 киловатт на 545 рублей. Вода 2,8 куба по 93 рубля. Я его также считаю. 260 рублей. Итого расходов 2931 рубль на ферментах. То есть, на водку на ферментах у нас вышло. Выход 12,9 литра. 89% крепости. Это 28,7 литра 40-градусной крепости. 57 бутылок рисовой водки получает 40-градусной крепости. Стоимость получается 52 рубля. Бутылка водки. Нормальная цена. Ну, рисовый. Своя, родная, натуральная. Ничего лишнего там нету. 100% знаем. Значит, второй вариант на кодзи. Получается риса также 40 килограмм. По 43 рубля 1720. Дрожжи кодзи. 320 грамм. 320 рублей. То есть, полкило дрожжей. Стоимость на середину февраля 2022 года. 500 рублей. Средняя стоимость. Около 500 рублей я покупаю. Получается 320 рублей кодзи. Электричество 93 киловатта на 465 рублей. И воды 2,4 литра куба на 224 рубля. Итого расходов 2,729 без труда затрат. Напоминаю. А труда затрат было много. Ну, это наше хобби. Значит, а выход получился 13,5 литров. Чуть больше, чем на ферментах. Тоже 89 градусного. Это 30 литров 40 градусной крепости. 60 бутылок водки 40 градусной крепости. 46 рублей. Стоимость одной бутылки рисовой водки на кодзи у нас вышла. И третий вариант. Самый дорогой. На солоде. 40 килограмм риса 1720 рублей. Солод 10 килограмм 130 рублей килограмм на 1300 рублей. Дрожжи 50 грамм 350 рублей. Электричество 124 киловатта на 620 рублей. Воды 2,8 куба 93 рубля куб 260 рублей. Итого расходов 4250 рублей. Выход дистиллята 15,5 литров. Ну, у нас там было 10 килограмм солода. То есть, мы их тоже учитываем. 89% крепости. 15,5 литров. 34,5 литра 40 градусной крепости. 69 бутылок. 34,5 литра. 69 бутылок водки. Стоимость бутылки водки вышла 62 рубля. На импортном солоде. То есть, на хороших дрожжах. Ни на чем не экономили. 62 рубля. Итого, получается, по выходу Кодзи прекрасный выход. Хуже всего выход, получается, на ферментах. Ну, на солоде, может, чуть-чуть больше. Если там вычесть количество дистиллята, который дал нам солод. Немножко больше, чем на ферментах вышло. Получается, самый маленький выход. 12,9 литра. На ферментах. Кодзи прекрасный результат. 13,5 литров. Ну, я считаю, там, у кого-то выход. Там, может, больше, меньше. Я реальные живые цифры говорю, которые у нас получились. Ну, и 15,5 литров. В общем, вы меня поняли. Ну, вот, стоимость водки, стоимость бурбона. Все рассказал. Если что-то непонятно, или... Ну, спрашивайте в комментариях, я не знаю. Ну, как мог, посчитал. Не судите сроками. В общем, занимайтесь самогоновым аренемом. Занимайтесь самогоновым аренем. Да, я пропагандирую это дело. Пейте свои продукты натуральные. Не травитесь. Не травитесь, да, ерундой, которая продается в магазинах. Да простят меня алкомаркеты. Ну, в общем, вот такие дела. Всем спасибо. До свидания. Ты бич.